И я хочу вам представить сегодня это мастер-класс в принципе. В принципе, мне достаточно сложно, потому что самое минимальное время, на которое мы обычно рассчитываем такой мастер-класс, это полтора часа. В среднем они длятся от шести часов и до нескольких суток. Мы сегодня много говорим о профилактике, мы сегодня много говорим о лечении. Я хочу сказать о той ситуации, когда уже не профилактика и лечение уже поздно, когда мы дошли до самой крайней точки. Учитывая минимум времени, я не буду останавливаться на актуальности, но я уверен, что вы все знаете эти случаи, которые случились с анофилактическим шоком, когда ребенок умер, и огромное количество неправильно выполненных реанимационных мероприятий. Есть другая проблема. В Украине существует 34 приказ от 2014 года для внезапной остановки сердца у взрослых. Но пересмотрев огромное количество приказов, ничего подобного я не нашел для детей в Украине. Есть на госпитальном этапе в отделении реанимации. Да, не вопрос, но это абсолютно другая система. В то время как выполнение повышенных вот этих реанимационных мероприятий, особенно в стационарах, где нет реанимации, очень и очень важно. И я сегодня хочу вашему вниманию показать минимум, тот минимум знаний, просто чтобы поверхностно коснуться этого. Конечно, это намного, нужны намного более расширенные тренинги, но минимально, чтобы коснуться того, что выполняется у детей, как выполняется у детей. И я буду базироваться в первую очередь на программах 2015 года, предложенной такими организациями, как Европейский совет по реанимации и Американская ассоциация сердца. И прежде чем мы перейдем, собственно, к моему мастер-классу, я хочу вам очень кратко, опять же, показать минимальный объем реанимационных действий в команде. Мои ассистенты меня немножко подвели, поэтому я попрошу вашу помощь. И давайте вашу помощь. Я сначала, мы кратко покажем эти действия, затем после этого я шаг за шагом расшифрую то, что мы делали. Итак, войдя, увидев ребенка, который лежит либо на полу, ну, на полу мы не можем, поэтому он у нас на столе, либо если это стационар реанимационный, имеющий реанимацию, не имеющий реанимацию на койке, мы увидели ребенка и наши дальнейшие действия. Мальчик, ты меня слышишь? Парень, парень, ты меня слышишь? Не реагируй. Пожалуйста, позовите помощь, я проверю его дыхание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Нет пульса, нет дыхания, начинаем реанимационные мероприятия. Принесите, пожалуйста, дефибриллятор. Раз, два, три, четыре, пять. Будьте добры, приступайте к непрямому массажу сердца. Пятнадцать нажатий. Подключайте дефибриллятор. Раз, два, три, четыре, пять. Два вдоха. Раз, два, три, четыре, пять. Два вдоха. Клеммы присоединены. Не касаемся пациента, пожалуйста. Идет анализ ритма. Ритм асистолия, дефибрилляция не показана. Подключайте венозный доступ, продолжайте компрессии. Венозный доступ установлен. Вводите один миллиграмм адреналина. На десятикратном разведении физраствора. Два вдоха. Два вдоха. Производится... Продолжайте реанимацию. Производится обеспечение проходимости дыхательных путей. Установлен на зафарингеальный воздуховод. Два вдоха. Условно прошло две минуты, чтобы мы не теряли время. Пожалуйста, производится контроль ритма. Не трогаем пациента. Ритм дефибрилляемый. Разряд показан. Сейчас будет проведен разряд. Разряд! Продолжаем реанимацию. Все. На этом тайм-аут, чтобы не задерживать дальнейшее время. Вы увидели вот этот момент работы команды. Причем, обратите внимание, что даже... Спасибо, вы можете присаживаться. Спасибо. Мальчика мы спасли. Благодаря нашим помощникам. Обратите внимание. Очень важный момент заключается в том, что я собрал команду здесь. Прямо познакомился с этими людьми сегодня практически утром. А слышно, когда я так говорю? Спасибо. Какой ужас. Доброе. Я люблю перекрикивать аудиторию, просто мне так легче. Вы видели, что команду я собрал просто на месте, просто из тех людей, с которыми познакомился с кем-то, познакомился утром, кого-то сразу взял из зала. Я знаю, что коллега имеет сертификацию по выполнению реанимационных мероприятий. К чему я это говорю? Работая в лечебных заведениях, вы не просто можете. Вы обязаны создать локальные протоколы по вот таким действиям в случае остановки сердца, в случае остановки дыхания и так далее. И обучать, постоянно обучать свой персонал, причем обучать его на том уровне, чтобы они знали, сколько буквально метров, сколько секунд или минут им надо пробежать до ближайшего дефибриллятора. Если у нас случается какая-то ситуация, я помимо того дежурю в приемном покое ответственным хирургам. Если случается какая-то ситуация, у меня сестры знают, я не даю им команды вызовите, я не даю им команды побеги. Она знает, если она перевязочная сестра, значит она бежит и приносит мне мешок амбу, приносит мне дефибриллятор и так далее. То есть это уже отработано. Но, как мы уже говорили сегодня о профилактике, и естественно любую ситуацию лучше предупредить, чем потом героически из нее выкручиваться. Здесь я хочу вас познакомить, кто не знаком, с такой идеей, как цепочка выживания. Предложена она была в 80-х годах для остановки сердца у взрослых, но на сегодняшний день адаптирована практически во все ситуации экстренной помощи. И вот здесь приведена цепочка выживания у ребенка. Обратите внимание на несколько важных моментов. Конечно же предотвращение травмы и остановки сердца. Как можно более раннее начало сердечно-легочной реанимации с целью выиграть время. И только потом вызов специализированной бригады. Потому что у детей, как правило, остановка сердца идет после нарушения дыхания. То есть мозг ребенка уже испытывал гипоксию. И если у взрослых при остановке сердца мы говорим, что действует алгоритм first call then help, то есть сначала вызови помощь, а потом оказывай реанимационные мероприятия, то у ребенка это нецелесообразно. Потому что у ребенка уже к моменту остановки сердца мозг уже испытывал какое-то время гипоксию. И эта гипоксия, предшествующая остановке сердца, в общем-то прогнозируемая. Здесь приведен очень простой. Вообще то, о чем я буду говорить, это крайне простые идеи. И проблем с ними не возникает, если правильно их адаптировать. Все гениально и просто, говорят. Вот этот треугольник, который очень любим американским обществом педиатров, треугольник оценки ребенка, из которого вполне логично зарождается брайтоновская шкала оценки педиатрического риска, которая оценивает ее по нескольким критериям. Я на секунду задержусь. Я взял небольшое количество распечаток с собой, но их на эту аудиторию не хватит. Я положу один листик, и кто захочет, напишет мне свой e-mail. Я с удовольствием вам отправлю коротенькую памятку, где будет брайтоновская шкала, алгоритм Европейского совета по реанимации и минимальные шаги, которые вам будут нужно сделать в PDF. Поэтому потом, как будет перерыв, напишите мне просто свой e-mail. Вот эта брайтоновская шкала оценки угроз, она в первую очередь направлена на то, чтобы выявить различные моменты гипоксии. Обратите внимание. Ну, сознание здесь понятно, вопросов не возникает. Кожа и определение сердечно-сосудистой системы. В первую очередь мы базируемся на коже. Два показателя, которые почему-то практически не проверяются, но крайне просты в проверке. Это проба капиллярного восстановления. Очень просто. Мы нажимаем ребенку на ладошку, вот таким образом, на 5 секунд зажимаем ладошку. Отпускаем, можете проверить ее у себя. Нажали, отпустили, белое пятно. В норме оно восстанавливается менее, чем за 2 секунды. Если оно восстанавливается за 3 секунды и более, это уже показывает, что начинается нарушение микроциркуляции. Одно из определений развивающегося шока – это катастрофа микроциркуляции, как вариант. И, конечно, частота сердечных сокращений увеличивается по сравнению с возрастной нормой. Естественно, когда мозг испытывает гипоксию, то первое, что он пытается сделать, это ускорить сердце для того, чтобы получить больше крови, соответственно, получить больше кислорода. Это показатель, который очень легко определяется. И подсчет дыхательных движений. Если суммарно у вашего пациента получается 4 и более, или хотя бы один из показателей находится в этом красном поле, это означает, что его нужно в больницах многопрофильных, где есть реанимация, немедленно он должен быть консультирован доктором, анестезиологом, реаниматологом. В больницах, где нет, в поликлиниках, амбулаторный прием – это уже показания к вызову скорой помощи и оценке этого пациента по более серьезным показателям. Вы видите, что эта шкала определяется на любом этапе, в любом стационаре. Для этого не нужны ни сложные знания, ни сложные умения. Поверьте мне, мы ее используем уже несколько лет у нас в стационаре. Прекрасные от нее результаты. Но если ситуация произошла, к сожалению, и мы не смогли предотвратить эту ситуацию, тогда наша задача – выполнение сердечно-легочной реанимации. Прежде чем выполнять сердечно-легочную реанимацию, надо убедиться в первой и самой главной вещи, что у вас будут те, кто вам сможет помочь. Потому что есть большая разница между реанимацией на улице, когда вы один на один с человеком, или вы выполняете какие-то действия, и реанимации в палате. В палате может оказаться 12 человек, дюжина и больше. И здесь очень важна четко и качественно поставленная, отлаженная работа. Есть голова команды, то есть тим-лидер, то, что называется, и есть остальные члены команды. Самое лучшее, когда эти члены команды оттренированы по протоколу. Вот я немножко себе облегчил жизнь, я взял человека, которого я знал, что он прошел тренинги, поэтому легко и просто. Я давал команду, получал обратный ответ. И работа тим-лидера должна быть простой и понятной. Тим-лидер четко и ясно отдает приказ. Желательно при этом, конечно, здесь этого не было и невозможно было обеспечить на данном этапе. Тем не менее, идеально, если вы получаете контакт глазами. И контакт глазами отдаете команду, после чего вы получаете обратный ответ. Ответ. Установите, пожалуйста, венозный доступ. Венозный доступ установлен. Или венозный доступ не установлен. Тогда вы знаете, что вам нужно будет перейти к другой ситуации. Отдав, вы выслушиваете подтверждение, если вы тим-лидер. И следующим пунктом уже полный окончательный отчет. То есть я даю, поставьте венозный доступ, обеспечьте введение адреналина. Получаю ответ, что член команды это понял. Потом получаю подтверждение, венозный доступ обеспечен, адреналин введен. После чего, после вот этой работы команды, если она отработана, то и в общем-то алгоритм выполняется достаточно просто. Если мы вызвали к себе помощь, то мы должны оценить безопасность для себя. И самое важное, наверное, все-таки приоритет на безопасность команды. Мы не имеем права бросать людей туда, где они могут оказаться в опасности. Очень такой распространенный миф, даже работая с медсестрами, с врачами, очень часто задаю вопрос, как обеспечить безопасность пациента, который находится под воздействием электричества. Ну реально, я работаю в детской больнице. В детской больнице они могут найти ту розетку и засунуть в нее что-либо провод. И в 80% случаев получаю ответ, найти сухую палку и отталкивать ее. Это не просто ответ неправильный, это ответ опасный, потому что действуя вот таким образом к электричеству, вы можете получить разряд и лечь рядом. Был один пострадавший, один спасатель, стало два пострадавших. Понадобится два спасателя, чтобы пострадавших уже было четыре. И так далее. Поэтому всегда помните, что безопасность от вас никто не требует подходить к пострадавшему, который представляет для вас опасность. Ну и очень важный вопрос, помимо того, что вы освобождаете, если это возможно, вы освобождаете от факторов, угрожающих жизни. Например, в случае электричества это будет, если вы знаете, где и как безопасно обесточить этого пострадавшего, то только в этом случае вы можете к нему подходить. То есть выключили рубильник и тогда к нему подходите. Никаких палок, никаких резиновых ковриков и так далее. Ну и важный вопрос, который всегда наши иностранные коллеги, на нем очень сфокусированы, это использование индивидуальной защиты. Вот нам даже отдельную лекцию по ним читали, по этой индивидуальной защите. У меня есть огромное количество прекрасных фотографий из операционной, где анестезистки ставят венозный катетер. Ни одну из них я не могу показать курсантам или студентам, потому что ни разу анестезистки я не видел, которые ставят катетер в перчатках. Да, и добиться этого ни штрафами, ни выговорами, ничем в итоге не получается. Это ужасно. Поэтому помните, что использование, и мы к этому вернемся, когда будем говорить об обеспечении искусственного дыхания, не всегда мешок амбу возможен у нас под рукой, к сожалению. Когда мы оценили эти факторы, мы делаем следующее. Мы оцениваем его сознание, мы оцениваем самый главный момент. Более того, в любом случае, даже при экстренной ситуации, в плане какого-то давления на меня, я буду оценивать сначала все факторы шаг за шагом, и здесь на сегодняшний день рекомендуемым является так называемая шкала АВПУ. Это очень облегченный, упрощенный вариант шкалы Комглазга, где мы оцениваем. Вот мы обратились к нему, вы видели, я подошел, первое, что сделал. Мальчик, ты меня слышишь? Это вербально. Если он отвечает на мой окрик, значит, это уровень В. Если он отмечает нормально, вот мы с вами сейчас все находимся в состоянии А-алерт. К концу конференции мы устанем и перейдем к состоянию В. Вербал в лучшем случае, в худшем случае P-пэйн. Это когда мы оцениваем уже какие-то болевые раздражители. Единственное, что это не должно быть, как показывают еще в советских фильмах про скорую. Парень, подъем. Чего разлегся? Да, или там щипок за сосок. У зарубежных наших коллег единственное, что допускается, вот этими костяшками пальцем по грудине. Вот таким образом нажать. Это достаточно неприятно, чтобы ребенок на вас отреагировал. Когда мы обнаружили, что он unresponsive и нам не отвечает, мы вызываем следующий этап помощи в зависимости, опять же, от стационара. Есть отделение реанимации, зовем команду реанимации, нет отделения реанимации, вызываем скорую. И здесь мы оценку проводим по шкале А, Б, С. Самое главное. Первое, что мы оцениваем, это A-airways. И здесь нужно помнить, что наиболее частой причиной у детей остановки дыхания является западание языка, когда он без сознания. Знаете, я когда учился в школе, нам говорили, заглатывает язык. Я себя так и представлял. Он его так туда заглатывает. Он перекрывает дыхательные пути. Я четко знал, надо его достать и булавкой пристегнуть к воротничку. Все. Да. Но дети не носят пиджак. Все оказалось намного проще. Язык прикреплен к нижней челюсти. Банальное выведение разгибания головы приводит к тому, что язык оказывается в нужном положении. Единственное, что нужно помнить, для малышей такого размера переразгибание головы может привести к травме шеи, что для них может быть фатальным. Поэтому помните, что идеальным положением для них является практически нейтральное положение. Дальше. Когда мы обеспечили таким образом дыхательные пути, это первый этап, а это дает нам возможность оценки дыхания уже. Но чтобы быть последовательным и структурированным, давайте проговорим все возможные варианты вот этого АБЦ. Как в наших приказах, в том же 34 приказе, так и в иностранных приказах всегда говорят об различных инвазивных техниках и золотым стандартом считают, конечно же, эндотрахеальную интубацию. Ну, еще часто студенты спрашивают, когда я говорю, сейчас мы будем учиться, обеспечивать проходимость дыхательных путей. Первый вопрос, а коникотомию делать будем? Причем у каждого студента есть один преподаватель, который ручкой, ржавым носиком от чайника, на пляже, на улице, в лесу обязательно выполнил коникотомию. Нигде по стандартам на сегодняшний день это не рекомендуется. Более того, интубация – это прекрасный метод, это действительно золотой стандарт. Но, как говорят наши коллеги очень часто, иностранные, они говорят, вы имеете право выполнять интубацию только если у вас есть опыт хотя бы 200 интубаций в год. Поэтому давайте будем откровенными. Никто из нас, не реаниматологов, а эта лекция не для реаниматологов в первую очередь, не имеет такого опыта. Поэтому, скорее всего, вы потратите время. Более того, проблема в том, что интубация – это единственная манипуляция, которая разрешает остановку непрямого массажа сердца. То есть вы еще и задерживаете восстановление циркуляции. Поэтому, если есть малейшие сомнения в возможностях ваших по интубации, от нее следует отказаться. Хотя метод, конечно, замечательный. Что может являться неплохим на первом этапе вариантом, используемым вместо интубации, это, конечно же, использование самых простейших НАЗО- и ОРО-фарингеальных воздуховодов. Я уверен, что с ОРО-фарингеальным воздуховодом знакомы все. Это трубка Гвиделя, Гюделя. Она до сих пор входит в наши автомобильные аптечки. У нее есть один значительный минус. Когда ее ставишь человеку хотя бы в смешанном сознании, получаешь рвотный рефлекс. Они ее часто выплевывают. То есть проблем очень много. Устанавливается она просто. Померили от края угла рта до кончика уха, длина подходящая. Как ни странно, вверх ногами поставили, завели на пару сантиметров, за зубы развернули и поставили. Трубка неплохая, хорошо работает, но только у пациентов в бессознательном состоянии. В то же время есть орофарингеальный воздуховод. Это прекрасное средство, которое, например, обеспечивают солдат блока НАТО. Они все умеют ставить эту назофарингеальную трубку. Ставится она крайне просто. Практически так же измеряется от угла, от крыла носа к уху. Это будет длинное, это будет нормальное. Потом желательно в правую ноздрю, но не обязательно. По возможности смазав лубрикантом вводится трубка гвидель, луна зафарингеальная трубка, вводится под 90 градусов. Не вводим ее вдоль ноздри, как кажется, а вводится под 90 градусов. Обратите внимание, цель этой трубки не в том, чтобы войти, как и трубке гвиделя, так и этой трубке, не является целью вхождения в трахею. Некоторые, даже студенты, очень часто я сталкиваюсь с таким мнением. Нет, она банально поддерживает язык. Вот трахея, вот трубка заканчивается. Она просто поддерживает язык. Более того, если вы поставите трубку гвиделя и будете пытаться обеспечить через нее вентиляцию, как через интубационную трубку, скорее всего, вентиляция такая будет неудачной. И, конечно, очень удобным являются ларингеальные маски. Их существует два поколения. С надувной манжетой. Здесь у меня детская маска. И трубки ларингеальные с гелевой подушкой второго поколения. Очень просто они ставятся, особенно трубки второго поколения, ставятся очень просто. Здесь размеры. Обычно они еще указаны на трубке. Самой большой сложностью, с которой сталкиваются интерны при постановке данной трубки, они забывают ее достать из чехла. Это, кстати, не шутка, это реальность. Вот. В инструкции написано, ни в коем случае не пытайтесь поставить в чехле. Она ставится очень просто. Ее достаете из чехла. Здесь есть углубление для геля. Гель наносится в это углубление. Смазывается обратная сторона трубки. Ни в коем случае не та, которая будет прилегать к трахеи. Потому что, если вы смажете эту сторону, она будет гулять и тоже не будет обеспечивать адекватно. Смазали, причем вот эта гелевая трубка ставится вообще просто. Ее просто нужно, по сути дела, засунуть в рот до вот такой позиции, когда она будет давать возможность прохождения кислорода. Но я еще раз подчеркиваю, что это второй этап. Когда мы уже начали реанимационные мероприятия, я сказал, я обеспечу проходимость дыхательных путей. Но ни в коем случае не теряйте на это время на первом этапе. На первом этапе мы обеспечиваем неинвазивную проходимость дыхательных путей. И этого вполне достаточно. Если у вас достаточно медсестер, достаточно медработников, и вы можете позволить себе одного человека потратить на выполнение выведения челюсти, то это будет более адекватным. Но, как правило, мы ограничены в количестве людей, поэтому проще будет выводить вот таким образом. Обеспечение проходимости дыхательных путей абсолютно не обеспечивает собственно самого дыхания. Поэтому следующим действием мы определяем дыхание. И здесь очень просто запомнить. Здесь я всегда спрашиваю, когда тренинги веду, у нас еще, я сотрудничаю с одним тренинговым центром, и я всегда задаю вопрос, как определить, жив человек или умер? Очень часто мне говорят, зеркальце поднести. Самый классный вариант был, мы вели тренинг у группы личной охраны, сидит напротив меня мужчина, таких огромных размеров, легче перепрыгнуть, чем обойти. Предплечье, как мое бедро, змеяна татуирована. Я говорю, как его узнать, жив человек или мертв? Он говорит, зеркальце поднести. Я говорю, извините, вы с собой зеркальце носите вообще? Он не задумываясь ни секунды говорит, от машины отломать можно. Ну, зеркальце. Нам нужен универсальный инструмент. Зеркальце запотевает очень при определенных условиях. Да, оно может сработать, но если дождь, если мы говорим об улице, снег и так далее, то какое зеркальце? Поэтому вот мы вывели голову и подносим мы свою голову. При этом мы определяемся тремя органами чувств. Мы слушаем, мы ощущаем то, как он дышит и мы смотрим. Так как мы говорим сегодня о детях, для детей мы определяем за 10 секунд и у детей в норме он должен сделать 4 эффективных вдоха-выдоха. У нас нет времени больше, чем 10 секунд. Раз, два, и до 10 мы считаем, при этом ощущаем, дышит или не дышит. Если дыхание присутствует, но оно нарушено, кроме того, мы можем использовать такой прибор, который называется пульсоксиметр и определить дыхание с помощью него и определить падение той самой сатурации, то мы назначаем дополнительную подачу кислорода. Если сатурация совсем низкая, но дыхание еще присутствует, мы можем использовать как вариант начать вентиляцию с помощью мешка амбу. И здесь надо помнить, что вентиляция, обеспечиваемая рот в рот, дает не более 16% кислорода пострадавшему. Вентиляция обычным мешком амбу порядка 21% кислорода. Если мы подключаем сюда кислород, уже цифры доходят до 90-95%. А как я уже сказал, гипоксия идет впереди, значит, этот ребенок уже испытывал проблемы с, ну, то есть кислородное голодание. И еще один момент, на котором я очень хочу остановиться, потому что, как оказалось, я знаю даже профессоров, которые говорят, окей, на улице берете платочек, ребенку на лицо платочек, и делаем искусственное дыхание. Большая половина населения свято уверена, что платочек вас от чего-то спасет. Давайте разбираться. Холодно, шарфик на лицо навязали, через минуту он что станет? Мокрый. В мокром шарфике бактерий больше или меньше? Больше. А в Украине у нас сейчас что? Туберкулез. Ладно, с тем спидом, вот сегодня даже было сообщение, что вроде лекарства изобрели от него наконец-то. 105-й раз, 105-я страна. Но с туберкулезом, честно, кто-то хочет лечиться от туберкулеза или принимать препараты, профилактирующие ВИЧ-инфекцию, поверьте мне, это не то, чего мы хотим. Поэтому существуют вот такие устройства, очень часто их можно встретить за рубежом в спортзалах, можно встретить в лечебных учреждениях. Это так называемая клапан-маска, она обычно пакуется вот в такую коробочку. В аэропортах, где висят дефибрилляторы, можно увидеть дефибриллятор, такую коробочку, перчатки. То есть, это аптечка, то, что они называют First Aid Kid. У нас, когда в офисе спрашивают, у вас есть аптечка? Да, принесите, приносят. Аспирин, аналгин, нефуроксазид, два презерватива. И бинтик, да, зеленка, йод и булавка. Вот таким образом устройство надевается на лицо, односторонний клапан, вот мы вывели и обеспечиваем вдохи. Как варианты, различные варианты пленок клапанов, например, я с собой всегда ношу пленку клапан, которая находится на вот таком вот брелке. Я из дома не выхожу, у меня, если у меня нет трех вещей, у меня всегда с собой есть три вещи. Перчатки, пленка, клапан и жгут. Я считаю, что этим я могу в общем-то оказать жизнеспасающие мероприятия любому человеку. Поэтому помните о собственной безопасности. В детской практике мы начинаем реанимацию с пяти вдохов. Во взрослой практике американцы очень любят этот алгоритм C-A-B-C. Во взрослой практике мы начинаем реанимацию с нажатий. В детской практике как по европейским, так и по американским стандартам мы начинаем с пяти вдохов. Дальше мы определяем или оцениваем циркуляцию. Причем, обратите внимание, в данном случае речь идет не о травме, речь идет о первичной остановке сердца. И здесь осмысленно определять дыхание и циркуляцию одновременно. Смотрите, мы вывели голову, поднесли свое лицо и тут же моя рука ложится на сонную артерию. Более того, если количество дыхательных движений меня интересует серьезно, то циркуляция меня интересует только в плане есть она или нет. Потому что, если нет циркуляции, нет дыхания, я выполняю непрямой массаж сердца. Если циркуляция сохранена, но проблемы с дыханием, его значительно больше, его значительно меньше, я принимаю решение об использовании мешка амбу. Единственное, что наш малыш, здесь мы измеряем не на сонной артерии, а измеряем на артерии брахиалис. Измеряя пульс на сонной артерии, очень часто ошибка распространенная у всех, ну, видимо, потому что так в кино показывают, измеряем не вот так, а измеряем вот сюда. То есть, очень часто можно увидеть, как измеряют, прижимая сонную артерию к трахее. Скажут потом, доктор вышел, додушил и ушел. Не делайте так, это плохо. Измерили циркуляцию, если циркуляции нет, мы немедленно начинаем непрямой массаж сердца и отправляем за дефибриллятором. Особенности непрямого массажа сердца. Значит, мы пошли пять вдохов, если работают два и более медработников, то соотношение будет 15 компрессий к двум вдохам. И идем дальше. 15 к двум, 15 к двум. Особенности. У маленьких детей работаем двумя пальцами, вот таким образом, как здесь показано. Вот такая реанимация, которую можно часто увидеть, это реанимация, которую обучают гражданских, если они одни находятся. Если я буду один в отделении, пока ко мне прибегут, я тоже буду выполнять такую реанимацию. Но уже хотя бы вдвоем, если один человек мне обеспечивает дыхательную поддержку, то я или второй человек будет выполнять реанимацию вот таким образом. При этом, обратите внимание, пальцы движутся, не сжимаясь, чтобы зажать в кулак этого ребенка, а эти пальцы как бы подставка, большой палец, работает только большой палец. У детей до 8 лет, до 10 лет реанимацию мы выполняем на середине грудины одной рукой, вот этой частью, которую американцы мне очень нравится, называют пятка ладони, очень понятно. Вот, поставили, рука, наша прямая, рука не участвует в реанимации, реанимация не выполняется вот так, как в кино показывают, это не сработает, вы быстро устанете и реанимация будет бессмысленна. Мы работаем всем туловищем, так мы можем дозировать нагрузку. Вот, встали, ну здесь стол высоковат для меня, нависли и вот. В это время, пока мы выполняем реанимацию 15 к 2, мы максимально стараемся принести дефибриллятор и принять решение о необходимости заряда. Существует два вида дефибрилляторов, автоматические и ручные. На ручных вы сами определяете, нужен ли разряд, сами определяете величину, автоматические принимают решения сами. Ручные значительно осложняют жизнь, поэтому, например, в США сейчас рекомендация везде, кроме отделения реанимации, иметь именно автоматические дефибрилляторы, чтобы он все это посчитал и решил за вас. Определяем ритм, места расположения электродов, определяем ритм, существует четыре ритма. Фибрилляция желудочков и желудочковая тахикардия требуют дефибрилляции, в то время как асистолия и беспульсовая электроактивность разряды не требуют. Для тех, кто вдруг это пропустил, но не так, как в кино, дефибрилляция сердца не запускает, как это не странно звучит, дефибрилляция сердца останавливает, давая возможность, смотрите, на этом ритме огромное количество патологических разрядов, но будет не совсем, извините, по-медицински, но очень показательно. Это как эпилепсия, которая случилась с нервной системой сердца. Что нам нужно сделать? Разрядом мы их остановили и водитель ритма подавил их всех. То есть мы подавили восстание и водитель ритма уже заставляет их работать так, как они должны. В то время как асистолия, если вы дадите разряд, то скорее всего той энергии, которую вы отдадите, это будет тепловая энергия, электрическая перейдет в тепловую энергию, после этого уже никакие реанимационные мероприятия вам не помогут. Самое грустное заключается в том, что согласно исследованиям у детей в 50% случаев развивается асистолия. То есть дефибриллятор в детской практике не сильно помогает. И еще один момент по вот этому C-circulation это введение медикаментов. Здесь тоже существует достаточно большое количество идей и ошибок. Например, курсанты спрашивают, а как внутрисердечно вводить препараты? А никак, их уже давно не вводят. На сегодняшний день рекомендуемыми методами введения является внутривенный, причем обратите внимание, в периферическую вену, потому что пока мы будем ставить подключичный катетер, мы потеряем просто-напросто пациента. Это занимает время, когда-то давно, это касается правда травмы, я принял пациента, еще не знаю всех этих стандартов, протоколов, и анестезиолог мне сказал, сейчас, пока я не поставлю катетер, ты даже не касайся его, ну как хирург. Пока мы ставили все вместе этот катетер, ребенка мы потеряли, хотя реально сейчас я знаю, как надо было поступить. Ну, в общем-то, он и был одной из причин того, что я начал так более детально и серьезно изучать вот эти вот протоколы. И эндотрахиальный, который до сих пор сохраняется в 34-м приказе, путь введения бессмысленным. Внутривенно идеально ставить венные катетеры, не на игле. Почему? Потому что мы поставили катетер, ввели адреналин и продолжили реанимацию. Если это будет игла, то эта игла оттуда уйдет и вам придется искать ее опять. И на сегодняшний день вернулся в практику очень интересный метод. Метод внутри костного введения. В 22-м году он был разработан для как раз педиатрической практики, но потом с появлением внутривенных катетеров о нем забыли, он ушел, потерялся и, в общем-то, перестал использоваться. Затем, с появлением того, что сейчас называют тактическая медицина, начали обсуждать вопросы, что надо поставить, наверное, доступ вот этот и дать жидкости, в том числе и на поле боя. Понятно, что о постановке венозного катетера на поле боя речи не идет. Поэтому вспомнили о таком прекрасном методе, как внутрикостный доступ. Кость соединена огромным количеством маленьких вен с костным мозгом и вводя в костный мозг мы вводим препараты практически с такой же доступностью, как и в центральную вену. Причем, не касательно реанимации, я специально узнавал, в костный доступ можно вводить абсолютно все то же самое, что можно вводить в вену, включая компоненты крови и даже разрешается вводить тромбоконцентрат. Это просто вопрос, который часто задают, но это важный вопрос. Постановка для реанимационных мероприятий используется под коленом немножко латерал, медиально. Немножко медиально находим площадку, выбираем это место и вводим туда иглу. Сейчас в основном инжекторы идут автоматически, то есть вот у меня этот тренер одного из вариантов инжектора, вот таким образом он берется под 90 градусов уже закончил. Под 90 градусов и вот я нажимаю отстреливаю иглу. Все, игла находится в кости и я могу вводить в вену препараты. Единственный препарат выбора в данном случае является адреналин. Все остальное не имея возможности оценить ритм на догоспитальном этапе не рекомендуется для введения. Единственное, на чем я хочу очень сакцентировать ваше внимание, это доза введения, видите, 0,1 миллиграмм и везде идет расчет для стандартного, для стандартной упаковки эпинефрина, который идет 0,1. Каким-то образом в Украине весь адреналин идет 0,18. Это не просто выбивает наших медсестер бедных, это их убивает. Потому что я им говорю, одна, значит, тысячное разведение взяли, столько, 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 начинаем отработку. Ну, а мы их до этого замучили тем, что сначала посмотрела, потом набрала, она так раз и зависла. Более того, тут тартрат гидрохлорида с 0,1, да, с 0,1. Поэтому об этом надо помнить и об этом знать. К сожалению, я не имею больше времени на то, чтобы продолжить. Это основные шаги, которые нужно сделать минимально. Их нужно повторять до момента либо приезда скорой помощи, либо специализированной бригады. Если есть вопросы. Дякую ему, приемно дуже за такие мастер-класс.